Малыша Ну и продолжает лечение, потому что он поступил эти множественные гематомы разного срока давности, то есть это все происходило, видимо, не за один день, конечно же. Вот у него был очень низкий гемоглобин, был 38 грамм на литр гемоглобин при поступлении, поэтому проводилась ему заместительная гемотрансфузия. Сейчас он получает антибактериальную терапию, потому что он немножко подкашливает, есть хрипы в легких, но на снимке воспаления легких нету, но было переохлаждение, поэтому он продолжает плюс ран и продолжает соответствующее лечение. По прогнозам врачей, Вова пробудет в больнице еще минимум пару недель. Сейчас мальчик адаптируется. После произошедшего медперсонал пробует разговаривать малыша, уделяя ему особое внимание. Все любит. Книжки читать, лунтика любит, машинки, все. Так, какая у нас книжка? У сказки, да? Два дня правоохранителей соцслужбы искали родителей мальчика. Говорят, в неблагополучных семьях такого ребенка не было. Сообщение о пропаже малыша такого возраста тоже. Сегодня поступила первая информация. Возможно, нашелся отец Вовы. В райадминистрацию органа опеки и попечительства поступило электронное письмо от гражданина Украины, который проживает в Донецкой области, в котором он изложил, что это Володя его сын. И жена еще с 2014 года уехала в неизвестном направлении. И на данный момент работают сотрудники полиции, проверяют эту информацию. Он оставил свои координаты и в дальнейшем будем устанавливать родственные связи. Если родственные связи установить не удастся, то соцслужбы будут устанавливать дальнейший статус мальчика. А тем временем правоохранители параллельно ищут, кто регулярно избивал малыша. Проводится досудебная проверка. Возбуждена 125-я статья внесена в ЕРДР. А 125-я это что? Это легкие телесные повреждения. Также в полиции просят сообщать информацию, касающуюся Вовы и его родителей, либо места жительства.